Молодым о будущем предметно. В минувший понедельник в центр «Навигатор» к юношам и девушкам приехали представители Федерального агентства по делам молодежи. Эта организация – профильный орган власти. Его деятельность сосредоточена на молодежной политике в стране. Тема встречи – как готовить предложения и проекты, которые приносят результат. Молодой человек, который интересуется тем или иным направлением, он может постепенно принять участие сначала на муниципальном уровне, потом поехать на окружной форум, потом попасть уже на всероссийскую площадку. В Российской Федерации более 40 миллионов молодых людей, а площадки собирает сегодня самая большая смена – до тысячи человек. Поэтому достаточно жесткий отбор. Но постепенно, по этапу, молодой человек может развить те или иные навыки. Занятия проводились в виде тренинга. Гости отвечали на вопросы ребят, среди которых были как старшеклассники, так и студенты – выпускники вузов. Этот опыт бесценен для молодежи. Такое общение, такой формат. Они общаются совершенно в такой неформальной обстановке, задают вопросы, узнают. Плюс сейчас мы собираемся на Всероссийский фестиваль Таврида, где тоже тема грантовых проектов, грантовых конкурсов очень активно звучит. Собравшиеся в «Навигаторе» молодые люди о своем будущем задумываются всерьез. И даже, что вызывает уважение, без свойственного их возрасту максимализма. Мне кажется, у людей не все удается. Потому что, действительно, не каждый может найти в себе силы и желание реализовать какие-то свои проекты. Иногда может человек просто решить, что у него нет каких-то достаточных возможностей, просто потому что он недостаточно хорошо искал. Сейчас ты можешь знать, чего ты хочешь, то, как правильно, как тебе кажется жить. Но буквально через год твое мнение может поменяться. Ты можешь узнать что-то новое, обрести какие-то новые знания. И в связи с этим уже по-другому продолжать свой путь жизненный. У всех какие-то свои некие стимулы и мотивации в один момент появляются. Ну, в основном это, конечно, уже в более взрослом возрасте уже ты начинаешь уже понимать, как что в этом мире у нас здесь происходит и работает. И понимаешь, что нужно двигаться, нужно идти вперед, не стоять на одном месте и достигать того, чего ты хочешь. Среди молодежных мероприятий, которые проводит федеральное агентство «Росмолодежь», фестиваль «Таврида Арт». Он состоится в Крыму с 8 по 12 сентября и включает в себя более 300 различных форумов. В них примут участие от управленцев, победителей и финалистов конкурсов президентской платформы «Россия. Страна возможностей» до ребят и их родителей. Участников конкурса «Большая перемена». Для нашего городского округа важно то, что и у нас есть юноши и девушки, которые тоже готовят на «Таврида Арт» свои проекты. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.